9 мая вся наша многонациональная страна отмечает День Победы в Великой Отечественной войне над фашистскими захватчиками. Мы не имеем права забывать, какая цена была заплачена за наш сегодняшний мир. Сколько слов о войне уже сказано, но каждый раз приходится вновь и вновь повторять эти слова, чтобы все помнили, и взрослые, и дети, насколько жестока она. Библиотека номер 18 Северного округа знакомит читателей со сборником стихи и рассказы о войне. Сборник начинается со стихотворения Василия Лебедева-Кумача «Священная война», к которому композитор Александр Александров написал музыку, и получилась песня, поддерживающая боевой дух солдат. Самуил Яковлевич Маршак в своем стихотворении «Голуби» рассказал о почтовых голубях, которые доставляли письма на поля сражений, куда не могли пробраться ни самолеты, ни танки. О смекалке наших бойцов, о подвиге неизвестного сапера, о неравнодушии и милосердии советских солдат вы узнаете, прочитав рассказы Сергея Алексеева, Виталия Коржикова, Алексея Толстого. Завершается сборник стихотворением Роберта Рождественского «Реквием». Мы, живущие сейчас, не должны забывать наших дедов и отцов, кто подарил нам победу ценой своей жизни. Предлагаем сделать своими руками открытку, посвященную 9 мая, и поздравить своих близких и родных с Днём Победы. Для этого вам потребуется цветная бумага, ножницы, клей, фигурные дыроколы. Для основного фона вырезаем прямоугольник, равный половине листа формата А4. Сгибаем лист пополам. По шаблону из красной бумаги вырезаем звезду. На цветном принтере распечатываем и вырезаем рисунок георгиевской ленты. Для придания объема звезде и георгиевской ленты из гофрокартона вырезаем детали подложки размером 30 на 30 миллиметров и 30 на 10 миллиметров. Наклеиваем подложку с изнаночной стороны звезды и ленты. Начинаем оформлять открытку. Наклеиваем звезду на открытку, промазывая клеем только подложку. Место расположения вашей композиции выбираем по своему вкусу. Она может быть в центре или смещена. На звезду наклеиваем георгиевскую ленту. С помощью фигурных дыроколов вырезаем листья и цветы яблони, символы весны и победы. Наклеиваем желтые тычинки на белые цветы. С помощью колпачка от ручки придаем цветам объем. Наклеиваем листья. Наклеиваем цветы, намазывая клеем только середину соцветия, чтобы сохранить объем. Наша открытка весна победы готова. Предлагаем почитать вместе с детьми литературу о Великой Отечественной войне.